Разъемы анализа крови, механические анализы, количество 12 и 14 тестов, микробиологические исследования. Пояс здоровья представляет собой передвижной консультативно-диагностический центр, поэтому вся деятельность специалистов связана в первую очередь с обследованием. Например, забор крови занимает всего несколько секунд. Далее анализ передают в это окошко, и через час 20 он уже оказывается в руках у вашего лечащего доктора. То есть вам идти никуда не нужно. А чтобы посетить врачей, пациентам достаточно иметь при себе паспорт, страховой полис и выписки из медицинских документов. Также необходимо соблюдать масочный режим. Жители Каннска отмечают, пройти сразу несколько докторов за один день, как здесь, в самом городе, просто невозможно из-за острой нехватки персонала. Запись к узким специалистам занимает целый месяц, говорят люди. Как вот у нас, все девочки, две девочки на участке были, эти фельдшера, только закончили училище. И вот только бегают к врачам, советуются, а ты сидишь и не знаешь, какой результат. Правильно, неправильно тебе поставят. Ну, нет, медицина наша, особенно в Каннске. Надо задуматься нашему главному врачу, чтобы он обратил внимание на народ. Работает поликлиника на колесах уже 14 лет. В этом году доктор Война Ясенецкий осуществляет 130-ю плановую поездку. Его маршрут составляет 3000 километров не только по Красноярскому краю, но и за его пределами. Оборудован поезд здоровья современной медицинской техникой. А среди персонала высококвалифицированные специалисты, спектр услуг которых весьма широк. У нас специалистов получается на премии 11 человек, еще и еще почти функциональный диагностик. То есть у нас есть кабинет УЗИ, у нас есть резинкен кабинет, где производится флюорография, снинки дентальные, допустим, пазух носа, маммограф есть, маммографию делаем также. Значит, есть у нас кабинет функциональной диагностики, где делается ЭХКГ, электрокардиограмма, вот, клиническая лаборатория, то есть мы позволяем делать анализы. Клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический сахар крови, вот это мы все можем делать, собственно. В следующей остановке поезд здоровья сделает Филимонова 23 апреля, в Солянке с 24 по 25 апреля и за Озерном с 26 по 27 апреля. Добавим, диагностический центр «Святитель Лука» принимает участие в арт-проекте «Ангелы мира», цель которого – объединить художников из разных стран и создать 365 картин, часть из которых вы сможете увидеть в мобильной поликлинике, так что, ожидая свою очередь, вам точно будет чем заняться. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.